Очень высокая опасность войны Ирана со своими соседями, уже Ирана, не Сирии, где-то начиная с середины июля. Открыто сказали в Израиле, что Иран, безусловно, ринется пересекать все красные линии и по конфликтам с Израилем, и по оставкам оружия Хизболея, и по ядерной программе, и это может плохо кончиться. А в Иране все хорошо, в Иране вот-вот президентские выборы будут, они 14 июня, и вообще-то говоря, совершенно неважно, кто там придет к власти, при этом выборы будут, скорее всего, практически честными, там, прошлые выборы были с тяжелейшими нарушениями, с тяжелейшей битвой с оппозицией после этих нарушений, а смысла никакого не оказалось, потому что вот пришел на тех выборах к власти второй раз. При поддержке Рахбара Ахмадини Жад, действовавший президент, и первое, что он сделал, придя к власти, он предал Рахбара, верховного руководителя, он начал не выполнять его распоряжения, начал увольнять его людей, причем высокопоставленных людей, вроде министра иностранных дел, пытаться взять под себя контроль над исполнительной властью полностью, продвигать своего свояка, как это в русской табеле о родстве, машаи на пост своего преемника, то есть совсем уже какие-то вещи, выходящие за рамки. Рахбар просто развел руками, парламент вызвал президента, долго ругал его, там, ему угрожал импичментом, вообще было сказано, что если надо будет, так и пост президента в Иране могут отменить. То есть игра совершенно не стоила свеч, вот за него вступились, а он взял, и когда понял, что второй срок, ему все равно уже больше ничего от этих челмановцев из Кумы не надо, так и отплатил им неблагодарность у Черной. Все равно там победят люди из консервативного лагеря, лидером пока является, по всем оценкам общественного мнения, Галибов, мэр Тагерана, человек вполне популярный, ездящий на работу на моталу-роллере, чтобы эти пробки все оббегать, не коррумпированный. Ну, это Кахмадини же отбыл не коррумпированный. А после этого начнется много чего, включая приближающуюся, начиная с середины июля, возможность Большой Ближневосточной войны, о чем уже говорят открыто. Потому что понятно, что победа над оппозицией в Сирии, а оппозиция в Сирии при полном разгроме под Аль-Кусейром, если сейчас еще потеряет Алеппо, а похоже, что потеряет, это означает, что Иран фактически победил Саудовскую Аравию. И шииты, с одной стороны, избавились от опасности геноцида, с другой стороны, Иран контролирует территорию на Арабском Востоке до Ливана включительно гораздо больше, чем до попыток свергнуть Асада. Асада очень сильно будет зависеть от Тагерана. Соответственно, пойдут дальше тяжелые атаки на аравийские монархии, и, похоже, будет большая проблема у Израиля. Тем более, что сейчас все мыслимые и немыслимые миротворцы с голландских высот исчезают просто со скоростью капельки дождя в летнюю жару. Эвакуировались японцы, эвакуировались несколько других стран, австрийцы забирают свой контингент. Это означает, что нет больше никакой прослойки человеческой, там, голубых кассы, между израильской частью Голланд и сирийской территорией. По сирийской территории гуляют террористы Джабхата Нусра, гуляют какие угодно другие исламисты. Просто, чтобы было понятно, о чем идет речь, вот в том же самом Алеппо на прошлой неделе было очень показательное, что будет в Сирии, если Асада свергнут, а эти люди победят. Там молодой человек, 15 лет, был расстрелян на глазах у родителей без суда и следствия. Просто потому, что в споре заявил, ну, подросток спорит, что даже если пророк Мухаммед сойдет на землю, он верующим все равно не станет. То есть, по представлениям местных людей, оскорбил чувства верующих. У нас же как раз выше, закон об оскорблении чувств верующих. Но в сирийской интерпретации это означало, что его тут же схватили и убили. На глазах у родителей. Что показательно было, что там шииты и другие вероотступники, как сказал убивший его полевой командир Джабхат Ан-Нуср?